Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Николай Николаевич Миклухомаклай. Сегодня день этнографа, 17 июля, день рождения Николая Николаевича Миклухомаклая, выдающегося русского ученого и путешественника и общественного деятеля. За свою непродолжительную жизнь он внес заметный вклад в этнографию, антропологию, зоологию, географию, вулканологию и океанологию. Николай Николаевич Миклухомаклай более 15 лет проводил свои этнографические и антропологические исследования в Юго-Восточной Азии, а также во всех культурных областях океана, Меланезии, Полинезии и Микронезии. И, конечно, оставил богатейшее наследие, ценные коллекции материальной культуры, дневниковые записи и более 700 рисунков. Он превосходный рисовальщик. 160 опубликованных научных трудов он успел сделать за свою непродолжительную жизнь. И огромное количество дневниковых записей стали впоследствии основой для многих монографий и книг о Миклухомаклай и об этом регионе уже ученых, которые исследовали на основе его дневников этот регион. Во многом собранный им фактический материал знакомит весь мир. Конечно, самих потомков изучаемых племен и народов и не а теперь уже из стран с их культурой и традициями, которые бережно сохранил наш отечественный исследователь Николай Николаевич Миклухомаклай, русский исследователь. 17 июля, день рождения ученого, празднует свой профессиональный праздник этнографы. Личность ученого, она всегда вызывала жилой интерес. Благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах особенно, значимыми были его заслуги в области этнографии и физической антропологии. Так он опроверг российские представления некоторых ученых того времени о принадлежности папуасов к промежуточному звену между человеком и животными. Он оставил после себя важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и народов, которое подчеркивало недопустимость насильственного подавления культуры, навязывания чужих стереотипов, и осуществления принудительной культурной интеграции колониальной политики. Так Лев Николаевич Толстой в одном из писем к Миклухамаклаю призывает ученого, напишите эту историю, вы сослужите большую и хорошую службу человечеству. Вообще деятельность путешественника произвела огромное впечатление на выдающегося писателя, ибо в ней он увидел подтверждение своим мыслям о том, что подлинная цивилизация может быть принесена народом не насилием, а просвещением и заботой. Ну и если характеризовать в двух словах Николай Николаевич Миклухамаклая, хотя это очень сложно, я бы хотел обратить внимание, что в своих дневниках Миклухамаклай записывал «Единственная цель моей жизни – это пользу и успех науке и благо человечества». Вот в 1870 году перед своим путешествием на северо-восток острова Новая Гвинея, берег Маклая, который впоследствии был назван, он записал эту фразу. Он действительно пример отваги беззаветного служения Отечеству и к тому же стал примером для многих исследователей, следуя одному из главных правил этнографа, изучая уникальные народы, не оказывая на них влияния в их естественной среде и жизнедеятельности. Интересных случаев у Николая Николаевича было огромное множество, но вот несколько, пару я хотел бы вам рассказать, потому что он сид неординарной личности и с ранних лет прибегал к нестандартным решениям, которые помогали ему добиваться действительно выдающихся результатов. И вот, вспоминая интересный случай, стоит обратиться к первому знакомству с жителями берега Маклая, папуасами берега Маклая, когда он без враждебности и не используя никакого оружия, благодаря своей смекалке и без страха смог войти в дружественный контакт. Кстати говоря, эти места считались очень опасными, и Миклуха Маклая провожали в последний путь, когда он отправился в эту экспедицию. Так, по прибытии на северо-восток, ученый решил идти в одну из деревень, чтобы познакомиться с папуасами поближе, и несмотря на то, что русский ученый не знал, какого рода прием его там ожидает, он решил идти без оружия, сразу определив, что в его исследованиях пистолет не помощник. Как только Миклуха Маклая вошел в деревню, его встретила группа вооруженных копьями и луками папуасов, затем несколько копий были подняты, и некоторые были прямо направлены в его сторону. Несколько копий прилетело рядом с ним. Такая реакция, как впоследствии выяснил, говорит не столько об агрессии, сколько, наоборот, о страхе, так как они впервые увидели белого человека. Реакция Миклуха Маклая была очень быстрой и неординарной. Так, чтобы убедить местных жителей в мирных намерениях, он не ответил агрессии, а взял расстелил циновку, разместился на ней, снял обувь, поставил рядом с собой и лег спать. Потрясающе, но через некоторое время он проснулся, окруженный папуасами, которые разглядывали его и его одежду. Ведь они впервые видели одетого человека, они впервые видели белого человека, они были без оружия и смотрели на него уже не так угрымо, а наоборот очень удивленно. Вот таким образом он вошел в первый контакт и они увидели, что в его действиях нет никакой вражды, у него нет оружия и он пришел с благими намерениями. С этого началась и дружба с местными жителями, с которыми он в последующем провел более 2,5 лет на острове Новой Гвинеи, на северо-востоке острова Новой Гвинеи. Ну и особенно еще интересен один из эпизодов, который не могу не рассказать, когда в очередной раз к хижине русского ученого пришли коренные жители папуасы и Миклухмакай взял блюдечко и позвал своих гостей, налил туда воды, немного отпил, а потом добавил спирта и поджег. Так получилось, что папуасы все открыли рот, подняли брови, отступились от него на несколько шагов. Для них, конечно, это был шок. Ну и тогда ученый брызнул горящий спирт из блюдца на землю, который продолжал гореть. Они отскочили, боясь, что на них попадет. И, конечно же, были в полном шоке. Через некоторое время они убежали и вернулись уже с большой толпой. Папуастуй, который являлся другом Николая Николаевича, попросил еще раз продемонстрировать. И тогда Миклухмакай исполнил его просьбу. Эффект был неописуемый. Большинство просто бросилось бежать, прося русского ученого не зажигать море. А многие остались стоять, будучи настолько изумленными и испуганными, что их ноги буквально застыли на месте. Ну и когда напряжение спало, новогвинейцы после такого зрелища неустанно приглашали Миклухмакая к себе в деревне. С большим уважением и почетом относились к его магическим возможностям. Именно своим терпением, доброжелательностью, отзывчивостью Миклухмакай завевал доверие, любовь и преданность местных жителей. Как он говорил, моя политика терпения и ненавязчивости оказалась совсем верной. Не я к ним хожу, а они ко мне. Не я их прошу о чем-нибудь, а они меня. И даже начинают ухаживать за мной. Гасят страницы его экспедиционных дневников. Вот такой вот Николай Николаевич Миклухмакай, русский ученый 19 века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова